Сейчас я, поскольку мы с вами на предыдущей странице, то есть это версия лекции для видео Mail.ru, который курс снимался, а некоторые отличия в будущей программе нашего курса вам гарантированы от того, что мы с вами озвучим, но смысл и суть его будут теми же самыми. По сути дела, наша задача с вами — это стать осознанными строителями своего успеха. Завернул. Давайте мы даже сделаем немножко по-другому. Откроем папочку, которая хитрая, которая называется «Вовтак». Кто уже смотрел эту презентацию? Кто открывал хотя бы программу дисциплины, на которую вы пришли? Ой, о преподавателе, чуть не забыл сказать. Если коротко меня характеризовать, это называется «Играющий тренер». «Играющий» — это обозначает, что время от времени я так или иначе выступаю на стороне темных сил и выполняю определенные роли в проекте. Роли в проекте чаще всего это бывает бизнес-аналитик, иногда чуть-чуть бизнес-архитектор, иногда консультант. Из проектов, которыми я горжусь, наверное, это действительно проект системы обнаружения потери от мошенничества. Замечательно в этом проекте было то, что там было 50 человек инженеров, около 30 человек лет. Разработки туда вгрохали. Мы написали 2,5 миллиона строк кода. Это была первая в мире база данных на Microsoft SQL, которая обрабатывает терабайтные объемы. Нет, нам говорили, что умные люди этого не делают, но такое было требование заказчика. Ну и таки мы его реализовали. Из тех людей, которых я тогда нанял джуниорами в этот проект, сейчас два человека — руководители отделов разработки. Правда, они хотели быть архитекторами, но так получилось. О чем мы с вами будем говорить? По сути дела, одна из основных ключевых проблем, с которой я сталкивался как руководитель проекта, как бизнес-консультант, — это категорически неправильное понимание технических специалистов в своей роли. Что такое хорошее решение? Так вот, внутри посмотрите, это красивое решение, правильно? Решение, которое красивое, которое технически совершенно. Вопрос остается только понять, какие критерии определяют красивость решения. Например, три года назад был большой проект, в котором необходимо было собрать фабрику продуктов. То есть в качестве движка там использовалась единая сервисная шина предприятия, поверх него крутился Oracle Workflow Management, мордой ко всему этому был прилеплен, простите, пожалуйста, Microsoft, этот, как его там зовут, любимый. Ну, какая странная, страшная вещь. SharePoint, SharePoint. Интерфейс был сделан на SharePoint, и все это должно было динамически конфигурировать процесс. Замечательная архитектура, куча выложенных сил, это была передовая архитектура того времени, но эта система на текущий момент не используется. То есть от этого бронепоезда оторвали пару башенок, установили на запасном пути и дверку, и сказали, этого нам хватит. Хватит. Красивое решение. В чем проблема? Ну, 5, 4, 3, 2, 1. Капитан, очевидность. Смотрите, технически там, в принципе, все сделано. То есть была зондеркоманда или спецназ, да, то есть это действительно ребята лучшие из лучших, которые совместили несовместимое и добились первоначально поставленных целей. Они позволили действительно динамически конфигурировать процессы на основе диаграмм, написанных на BPMN. Ругаюсь или кто-то понимает? Кто понимает? Это хорошо. К концу курса часть из вас будет понимать. BPMN, Business Process Modeling Language. Мечта всех народов. Вы на диаграммке подвинули блок-схемы, а в приложении, которым пользуются все бизнес-пользователи, изменились функции. Программирование, только программирование не просто системы с помощью модели, а программирование реальных бизнес-процессов в организации. Некрасивость решения действительно состояла в том, что с точки зрения бизнеса это решение оказалось неполезным. Технических новинок, находок, изобретений там потянуло бы, ну, диссертации не защищают, но судя по тому, что я видел по, как это, защищенным патентам, которые висят в офисах некоторых компаний, там патентов на 150-200 было. В чем проблема? Проблема в том, что когда создавалась эта архитектура, бизнес-цели были одни. Когда прошло время, бизнес-цели поменялось, архитектура стала нерелевантна, решение стало некрасивое. Соответственно, классическое восприятие архитектора или специалиста в области информационных технологий, как человека, который владеет исключительно техническими деталями и выстраивает красивое решение, мягко говоря, неадекватно. Красивое решение, которое не работает, красивым быть не может. Вот, можно сказать, основная миссия, которую я вижу со своей стороны, состоит в том, чтобы для вас, как для потенциальных архитекторов или, возможно, вертикально растущих, был виден в том числе бизнес-аспект, то есть, каким образом технические решения сопрягаются с бизнес-целями, с бизнес-задачами. Для этого нужно обладать некоторым набором базовых знаний. А из вот этой пирамидки что вас смущает или не смущает? Давайте по-быстрому. Вы очень сообразительные парни, быстро соображаете, быстро читаете. Кроме того, ни одной девушки в группе. Ужас. Так, то есть тебя смущает вопрос сортировки. Сгруппировали неправильно, твой перфекционизм нарушен. А сам фактор наличия у технического специалиста-архитектора лидерства политики обходительности не смущает? Вы что, шли в программирование, чтобы вот это вот с кем-то в бирюльке играть? Ну, и чего вы такие веселые? Итак, смотрите, давайте я в двух словах акцентирую внимание. Итак, первое, что требуется от архитектора, от успешного архитектора, от технического успешного специалиста, это прагматизм. Прагматизм обозначает применимость тех решений, которые вы делаете. Что такое инновация? У нас поэтому будет посвящена целая отдельная лекция. Давайте сейчас забежим вперед. Инновация, что такое с вашей точки зрения? Имеет коммерческую применимость. Что это значит? Ну, все, сказал, молодец. Зачет. Инновация без конкуренции описать сложно. Инновация — это что-то, что позволяет получить дополнительную прибыль. Не просто новая, а то, что действительно приносит коммерческую ценность. Инновацией может являться всем. Инновация с точки зрения методов поиска, инновация с точки зрения использования технологического оборудования, не инновация с точки зрения того, как мы разместили текст на сайте. Только инновация это будет в том случае, если это будет переносить прагматический результат. Если мы изобрели с ног шибательный алгоритм, который перевернул с ног на голову все наше представление о том, как нужно кодировать, но мы его не использовали с точки зрения бизнеса, наше место где? Наше место в скрижалях какой-нибудь википедии, а вы знаете, был такой, ну скажем, Петя, Вася, Маша, который до того, как это понадобилось хотя бы кому-то, на 30 лет опередил время и потратил свою жизнь на то, чтобы доказать, что этот алгоритм имеет право на жизнь. Инженер, в любом случае инженер, это прагматичная инновация. И, соответственно, для того, чтобы осуществлять прагматичные инновации, нужно иметь видение общей картины мира, как бизнес работает, как бизнес живет, и, соответственно, обладать бизнес-знаниями в том смысле, куда это можно применить. Можно сказать, я в IT занимаюсь такой евангелистской ролью, продвигая, возвращая образ инженера, который занимался не решением отдельных задач сопромата, а строил заводы, строил механизмы, которые работали. Соответственно, задача айтишника, задача архитектора делать решения, которые работают. Во, договорились? Смотрите, вопрос личных навыков, почему личные и взаимоотношения разделены, потому что лидерство и политика — это взаимоотношения с другими. Личные навыки — это то, что вы можете, как это, демонстрировать, находясь один в одной единственной комнате. Лидером быть можно, на самом деле, по отношению к себе. Но коммуникацию, переговоры и обходительность… Нет, ну, конечно, можно с зеркалом поговорить обходительно, да? Похвалить себя, прочее, но это не самый лучший вариант. Вот эти две категории, они не являются предметом нашего курса, хотя так или иначе они будут время от времени проскальзывать в нашей коммуникации. Один из основных вопросов, который сейчас можно с точности сказать про серьезные решения, это то, что они не делаются в одиночку. Вы можете приводить кучу примеров. Я не знаю, там, Minecraft кто-то заморачивался? Да? Классный пример, да? Сколько он там заработал? Два? Уже пять? Он их раздал при команде. Он команду нанял. А, он нанял команду и их раздал. Молодец. А сколько у него было попыток на реализацию продукта? Первый Minecraft вышел на чем, кто знает? На ноги. Да? Да. При этом использовал TCP IP подключение, и как в него можно было играть, вообще говоря, ну, короче, в него играть было нельзя. 18 попыток, по-моему, там, 7 или 8 лет. Ну, в общем-то, не наш случай. Более того, на самом деле, здесь работает так называемая ошибка выживших. Маленький экспорт вперед в системный анализ. Что такое ошибка выживших? О, мура, я расскажу что-то новое. Итак, ошибкой выживших называют прецедент, в котором большие, хорошие, умные дяди в правительстве и руководстве армии Соединенных Штатов затеяли большую программу бронирования бомбардировщиков. Что-то вспоминаете, нет? Каким образом решалось, куда поставить листы бронирующие? Нет, зачем спрашивать? Обходили самолеты, смотрели, куда попадали снаряды, и где было больше всего попаданий, туда и хотели поставить броню. Логично? Кто считает, что это логично? Не совсем, а как-то надо расчет пара динамики как-то обучать. Еще версии. Гриша, ты не помнишь? Кто считает, что это логично? Итак, смотрите, улетело 10 самолетов, вернулось 4. У них пробоины во многих местах, но они вернулись. Вы собираетесь защитить их от пробоин в те места, в которые попали? Они и так с этими пробоинами вернулись. Защищать надо те места, в которых у них нет пробоин. Потому что если бы попали туда, они бы не вернулись. И это и есть ошибка выживших. Как только вы видите стартапера а-ля Майнкрафт, одного из миллиона тех, кто что-то там на кухне кодил и прочее, 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 и сказал, да, у меня не было команды, я сделал 18 попыток, и я сделал это. Попытка повторить его путь, это ошибка кого? Выживших. Вы смотрите по тем, у кого получилось. Вы не учитываете тех, кто спился, кто открыл свою золотую милю. Что такое золотая миля, знаете, нет? Вы когда будете ловить чуть позже машины, куда-то добираться, вам будут попадаться профессора, деканы, люди, которые обладают гениальными знаниями, но так получилось, что чтобы подработать, им пришлось чуть-чуть потаксовать. И так чуть-чуть потаксовать, сначала было год, потом два, а потом они нашли свою золотую милю, обычно от какого-то офиса до метро. Иногда у них есть MBA, иногда у них есть еще что-то такое. Итак, мы с вами говорим о технических решениях, большинство из которых сейчас не делаются в одиночку. Классное решение создают команды. Когда создают классное решение команды, в первую очередь важны навыки, связанные с выстраиванием взаимоотношений. Просто? А сколько было авторских изобретений у Королева, кто-то знает? Ноль. В космос ракета полетела? Полетела. У программы, которая должна была запускать спутник с борта самолета, Air Launch, там дядька, ну вопрос на засыпку, наверное, у него было несколько докторских степеней в разных науках, около 118 изобретений, и проект так и не запустился. Почему? Королев искал людей, которые могут решить проблему. А этот человек искал кого? Исполнителей, которые сделают, как он сказал. Он стал бутылочным горлышком этого проекта. Кроме него никто не знал, каким образом, что делать. В сложной системе, стать главным, кто все знает, все равно, что систему завалить. Напугал? Развенчиваю миф о великом гениальном архитекторе, который все придумал. Нет? Черт. Ты же все знаешь. Окей. По этой схеме еще что? Вопросы есть какие-то? 5, 4, 3, 2, 1? Нет. Если позже зададите, я с удовольствием на них отвечу. Итак, давайте посмотрим на первую часть нашей программы. Я сейчас буду немножко вторгаться на территорию священных войн, холиваров. Я буду рассказывать такую неофициальную версию точки зрения на бизнесе. Кто-то в Mail.ru или не только в Mail.ru может со мной не соглашаться. Собственно говоря, таких вопросов как-то… На чем зарабатывает программная инженерия? Ну, все хотят программировать или, по крайней мере, руководить программистами, правильно? Где там деньги? Первый главный вопрос, который задает себе любой бизнесмен, и не бизнесмен тоже. Где деньги? Где деньги в разработке программного обеспечения? На программу платить? На рекламе? На рекламе? Ну, если продукт рекламы создать, продукт, сайт, 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 на рекламу тоже не может. Google, компания, которая разбогатела на рекламе? Ну, я, например, доходящая реклама. Как меняется мир. Так, еще какие варианты? Гриша опять помнит… Гриш, ты помнишь все правильно. Ключевое отличие бизнеса разработки программной инженерии от обычной состояло в старой доброй… Вот 10 лет назад компании действительно в основном зарабатывали на копиях продуктов. Если ты один раз написал Fine Reader, для каждого нового заказчика это своя ценность. А писать его еще надо? Стоимость закатать CD. А сейчас, в общем-то, и CD закатывать не приходится. Соответственно, нарушался главный экономический принцип. В нормальной жизни большинству бизнесов приходится мало того, что изобрести продукт, мало того, что его спроектировать. Так и каждую копию надо произвести, доставить, продать и обеспечить, чтобы в нем не было дефектов. А если, не дай боже, обнаружится какой-нибудь дефектик, то это надо что сделать? Отозвать на сервисные центры, поменять все запчасти и детали и вернуть обратно пользователями. А у разработчиков ПО что? Люди, апдейт! Ловите! Какие вопросы? Более того, у каждого license agreement прописано, что компания, разработчик программного обеспечения, ни за какие последствия, ответственности не несет. Нажимаете? Я согласен с лицензионным соглашением. Все? Вот там и написано, что никакие претензии по поводу вреда, который может быть причиной установленным программным обеспечением, компания не компенсируется. Итак, а на чем компании-разработчики программного обеспечения, собственно говоря, будут зарабатывать? На апдейтах? На апдейтах? На поддержке? Ты хочешь угадать? То есть ты исходишь с гипотезой, что все, что можно, уже разработано. И в общем-то, то есть новым игрокам туда войти нельзя. Но на самом деле, честно говоря, придумать новый продукт, ну, проблематично. Даже золотая лихорадка андроидная и iOSная, они в общем-то уже так-так, их еще пытаются раздуть как лихорадку, но все-таки народ, в общем-то, придумать что-то новое в этой области становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Правильно? Сейчас очень многие на область зарабатывают. А за пластью, он жиру предоставляет двух вариантов. Либо, скачая, поставить себе консенсацию, за 10 долларов, либо ты можешь платить 20 долларов в месяц, и жир у тебя будет работать с ним. То есть, они купят свой продукт, его продают, ну, как, отдельно топливо, но ты можешь на них арендовать. Окей, то есть вы хотите заниматься разработкой программного обеспечения. Я сейчас буду вас троллить, злобно. Вы хотите заниматься разработкой программного обеспечения и не понимаете, откуда там берутся деньги? Я очень голубый. А? Я очень голубый. А, вот это, слушай, встречный троллинг зачитывается. Простал. Отлично. Хорошо, да. Гришина группа, она редко встречно троллила. Под конец только. Молодцы. Зачет. Почти. Нет. Это зачет автоматом на троллинге не зарабатывается. Боже упаси. Окей. Собственно говоря, список лидеров в области разработки программного обеспечения. И, соответственно, можно посмотреть, кто здесь зарабатывает деньги. Но поскольку вы все так или иначе имеете отношение к Mail.ru, вас должно порадовать, что вы не имеете отношения к сервисным компаниям, которые осуществляют разработку на заказ. На самом деле, если мы посмотрим на статистику наших многоуважаемых компаний, которые предоставляют услуги по разработке ПО в России, это статистика, по-моему, то ли 4-х, то ли 5-летней давности, по сути дела, продуктами занимаются 30%, услугами по разработке занимаются 15%, Luxoft, E-PAM и прочее. И центры разработки зарубежных компаний. Есть шанс у этих ребят оторвать кусок пирога от мирового пира? Ну ладно, продолжим вас троллить. Итак, собственно говоря, с точки зрения бизнес-модели разработки ПО, холиварная версия не для экономического университета, а просто для понимания. Три варианта. Сервисная, она же заказная. Тот хочет пойти поучиться, как разрабатывать продукты, в E-PAM, в Luxoft. Нет? Черт. Хорошо. Продуктовая и SaaS. Собственно говоря, в чем суть вопроса? А бизнес — это вопрос чего? Как мы продаем свой труд? По сути дела, один человек работает, другой человек потребляет результаты труда. Правильно? Или нет? Есть другие варианты организации бизнеса? Ну вот, есть же, наверное, или нет? Окей. Давайте попутно отметим, зафиксируем очень важный принцип, который мне, как техническому специалисту, например, в свое время пришлось очень долго вынашивать. В этом мире действует принцип очень простой. Люди для людей. Какая бы ни была длинная цепочка технических, технологических, автоматизированных процессов и взаимодействий, на концах цепочки всегда находятся люди. Это один из важнейших принципов работы системного и бизнес-аналитика. Какие бы требования ни фигурировали к системе, одним из основных аспектов является понимание того, кто стоит за этим системой, за этим требованием, за этим регламентом. Какая группа людей заинтересована в том, чтобы что-то было. Ну и, собственно говоря, ручной труд. Перейдите, Шура, перейдите. Эффективный? А кнопать по клавиатурам это ручной труд? Нет. Автоматизированный труд. Он эффективный? Почему в пакуумные? Опять взлет в корень. Умственный? Ну какой из этих... Ребята, вы собрали заняться умственным трудом, правильно? Значит, вы считаете, что это самый эффективный труд? Или нет? Ребята, вы считаете, что это самый эффективный труд? Правда? А напечатать на 3D-принтере? А напечатать на 3D-принтере? Ребята, вы не можете. Ребята, вы не можете. Ладно. Безусловно, умственные. Это, в общем-то, не получилось. Гриша все испортил. Все действительно правильно. Вопросы были с подвохом. Говорить о любой эффективности без привязки к цели невозможно. Гриша посмотрел на это с другой стороны. Но в бизнесе все определяется не тем, какой вид труда автоматизированный, умственный, ручной, а тем, каким образом осуществляется продажа. За что платит покупатель? Собственно говоря, сервисная модель – это самая нищая модель. И нищая она по одной простой причине. Что доход бизнеса составляет разницу в ставке. Между той ставкой, которую платит наниматель, и той ставкой, которую платит работодатель, нанимаемому работникам. Что отсюда вытекает? Чем меньше работодатель платит конкретному работнику, тем больше он зарабатывает. Поэтому, как бы ни хотели, сервисные компании повышать зарплату своим сотрудникам, их выгода лежит не в высокооплачиваемых сотрудниках. Они заинтересованы брать молодежь, они заинтересованы ее учить, они заинтересованы платить ей мало, но как только молодежь вырастает, она вынуждена оттуда уйти. Потому что разница между оплатой, которую платит работодатель, и которую получает бизнесмен, она маленькая. Собственно говоря, одно из основных условий сервисного подхода состоит в том, что покупатель должен быть доволен, как выполняется работа. Когда вы нанимаете штукатура, вы должны быть уверены, что результат получится. А иногда сервисная модель подразумевает, что ответственность за результат передается на кого? На самого нанимателя. Но, де-факто, повышение эффективности работы неинтересно никому. Ну, вы понимаете, да, если вам платят за часы, которые вы отработали. Старый добрый трюк. Как только разработчикам начинают платить, это, знаете, заметили в году так 70 каком-то. Начинали, когда мерить строки кода исходного, и попытались ввести. Не объявляли, а просто подсчитывали, сколько разработчик коммитит строк кода, и выплачивали премию на основе строк кода. Что происходило? Разработчики, не зная об этом правиле, начинали плодить строки кода. Код становился эффективнее? Нет. Работало лучше? Нет. Но каким-то шестым чувством разработчик понимал, что если он напишет больше комментов, сделает больше переносов строк, зарплата становится больше. Итак, ценностная модель, немножко модифицированная, более интересная с точки зрения заказчика. Вот, 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 слева для меня, справа для вас, это вот мешок с деньгами, это заказчик. Он платит за то, сколько для него стоит результат работы. Я не знаю, у кого-то были там шарашки, подработки, когда вы потратили 15 минут, а вам отвалили за это значимую сумму денег. Ну, не знаю, для кого-то лабораторку, курсовую. Нет, никто никогда. Кто вообще подрабатывал? Черт. Итак, модель ценностная, построена на принципе, на самом деле, эксплуатации умственного труда, когда платится за то, что я знаю. В Люксофте был очень харизматичный архитектор, парнишка. Вот он, собственно говоря, гордился самым эффективным проектом, в котором роя для компании перевалила чуть ли не за тысячи процентов. Суть состояла в том, что он в течение 15 минут нашел ошибку в исходном коде заказчика, благодаря которой заказчик в течение нескольких месяцев не мог запустить систему. Собственно говоря, классическая ситуация. Результат решения — это когда человек, консультант приглашенный, походил-походил вокруг, ткнул, заработал, и ему платят деньги. За что ему платят деньги? За то, что он ходил? За то, что ту ценность, которую получил заказчик. Если вы сами не можете это получить, а кто-то это может получить, вы платите за ту ценность, которую это представляет для вас. На самом деле это закон корпоративного рынка. На корпоративном рынке ни одна корпорация не знает, сколько стоит ее решение проблемы. Как оценить эффективность решения проблемы для корпорации? Вот я утрирую, да, но на самом деле реальный пример. Проект «Технопарк» для компании Mail.ru. Он дорогой или дешевый? Это качественно. Mail.ru не цель сделать, как это — эксплуатировать ваш труд как стажеров. У Mail.ru цель — решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Это проблема, вопрос существования бизнеса Mail.ru. Нет квалифицированных кадров, нет бизнеса Mail.ru. Сколько стоит существование бизнеса Mail.ru? Сколько? Сколько? Вот это и есть фокус, да? Есть варианты, в которых ценность определяется с тем, сколько это стоит для того, кто заказывает работу. Соответственно, проектная модель, продажа производной, первой производной, не самого труда, я работаю с 9 до 18. А продажа результата, который получает заказчик, у вас будет работающий сайт. Сколько я на это потрачу? Это мои вопросы. Понимаете, в чем фокус? Эта смена парадигмы, соответственно, имеет смысл, собственно говоря, в том, что для того, что здесь становится эффективным повышать знания, повышать компетенцию. И чем более компетентным являются сотрудники, тем больше зарабатывает компания. Продается результат, а компания расходует столько, сколько было потрачено на квалифицированного сотрудника. Чем меньше времени потратили на решение, тем больше заработала компания. Соответственно, это модель, в которой эффективная работа становится более выгодной. Так, давайте я сейчас уберу вот этот вот неприятный кусочек, где там настройка анимации, мы в него включим вход. Какую включим? 5, 4, 2, 2, 1. Соответственно, это модель, в которой возможна сверхприбыль. Если вы умеете решать какую-то проблему, вам платят деньги. Почему архитекторы на рынке Москвы иногда получают 10 тысяч долларов в месяц? За что платить архитектору? Он что, может накодировать вот прям так вот намного больше, чем вы? Ну ладно, это же капитан очевидности. Это кэп. Я спрашиваю то, что написано на слайде. Продукт стоит стоить. Архитектору платит за то, что он знает, как это сделать, чтобы не потребовалось 10 раз переделывать один и тот же проект. Суть в том, что у него есть знание, куда ударить, чтобы это работало. Он не угадывает, он знает. И это стоит денег. Соответственно, в принципе, если говорить о модели развития специалистов-сотрудников, существует действительно два варианта. Так называемая вертикальная. Это когда вы начинаете получать большую зарплату за счет чего? За счет чего получает зарплату ваш менеджер. Он производит непосредственный продукт. Он добивается того, что вы, стажеры, находясь под его управлением, производите продукт. Чем больше людей под вашим управлением, тем больше процент от их труда вы можете себе отщепнуть. Чем большим количеством людей вы можете справиться, тем более вы эффективны, тем больше вы можете заработать. Это вертикальная модель. Чем выше вы поднимаетесь в пищевой цепочке, тем большее количество людей под вами отдают свой процент честно заработанного труда в то, чтобы оплатить вашу компетенцию, организовать работу большого количества людей. Что такое горизонтальное? Горизонтальный рост. Это рост в архитектора знаний. Под вами людей как таковых нет. Если мы говорим о горизонтальном росте, архитектор не является непосредственным руководителем команды. У него нет формального управления другими людьми. Иногда в некоторых компаниях совмещают, тем лид архитектор, да, и это в принципе в небольших командах достаточно удобно. Но это происходит не от того, что в этом есть необходимость, а потому что так работает лучше. Соответственно, горизонтальный рост – это рост с точки зрения ваших компетенций и знаний, которые вы можете использовать для того, чтобы быть более ценными сотрудниками для компании. За счет чего? Не за счет того, сколько времени вы отработали на проекте, а за счет того, какую ценность вы приносите организации. Итак, я сейчас топчусь на этом слайде по одной простой причине, поскольку большинство из вас почему-то считают, что вот эта модель, она более правильная. Вы отработаете больше часов, принесете большую пользу. Так? Нет? Нет. Итак, первое производное – это когда в результате того, что вы делаете, появляется значимый результат. Если результата для организации нет, если результат вашего труда не имеет ценности, да хоть вы 300 часов потратите на работу по этой программе, по этому курсу, грош – цена в вашей работе. Если от того, что вы решили проблему, выхлоп состоит в вашем внутреннем удовольствии от решения проблемы, а на самом деле надо было пойти в соседнюю комнату и взять готовый модуль, грош – цена потрачена в вашем усиленном. В каком случае это будет не бездарно потраченное время? Ну ладно, я тут сейчас обругал трудоголизм, надо же хоть чуть-чуть вам вернуть. В ситуации, когда вы обучились. Вот ваше обучение иногда оправдывает затраты времени на то, чтобы делать то, что делали уже другие. Большая часть ваших учебных проектов, на которые вы тратите время в баунке, на которые вы тратите время в технопарке, основная задача и результат – не написанный вами код. Не сделанные задания домашние, которые я там увижу или увидит другой преподаватель. А те знания и компетенции, которые у вас появились в голове для того, чтобы вы смогли производить ценности. Но здесь есть засада в этой модели. Ценностная модель ограничена кривой спроса. Знаете такую штуку, да? Чем выше стоимость нашего потенциального влияния, тем меньше компаний и организаций, которые способны нас купить. Не знаю, честно говоря, зарплата архитектора в Москве 10 тысяч и выше, в Москве сейчас, ну, наверное, может 20, может быть 30. Все. Люди работают, эти места заняты, они появляются два раза в год, три раза в год. Ну, на самом деле, сейчас демографический кризис, они появляются чаще, да? Слава тебе, Господи. Спрос на компетентных людей, он существует. Но само ограничение модели, если нет расширения рынка, состоит в том, что чем выше ваша квалификация, тем меньше людей, которые способны вам заплатить за ваши способности. Если вы умеете делать сногсшибательные сайты, высоконагруженные системы, которые могут выдержать посещение 10 миллионов пользователей, скорее всего, Москва вас не сможет обеспечить проектами, с которыми вы смогли бы работать. Компании, которые в Москве делают такие решения, и в которых нет такого архитектора, я не знаю, то есть Mail.ru, Яндекс, все. Больше компаний, штаб-квартиры в Москве, которые бы, или в России, которые бы занимались такого масштаба проектами, а, ну, если СНГ, то Wargaming еще можно притащить. Но боюсь, что Wargaming тоже не заплатится уже 15 тысяч. Понимаете, в чем фокус? Чем выше вы поднимаетесь по стоимости ваших услуг, тем меньше ограничение. Соответственно, с точки зрения бизнеса проблема точно такая же. Чем более высококвалифицированные решения вы готовы предложить, тем меньше ваш рынок. Есть ряд компаний с мировым именем, которые занимаются высококлассными решениями. Можно ли сделать аналогичную здесь? Можно. Будет ли спрос на ее услуги? Скорее всего, нет. Какой есть выход? Идея, собственно, то, о чем мы говорили с Гришей, да, то есть копирование продукта, а теперь, получается, мы говорили все с вами вместе. Идея состоит в том, что мы можем предложить продукт, в который вложить достаточно большое количество сил, средств и ресурсов. Ну, представьте себе, кто им из вас способен заказать программку, которая распознает текст. Ну, ориентируйте, вот так ориентируйте. Сколько вам потребуется, чтобы написать программу? В принципе, вы уже как-то, все алгоритмы известны, правильно? Более или менее, да? Талмуды написаны, средства есть, компиляторы есть. Сколько займет времени, чтобы написать такую программку? Ну, ладно, вопрос почти как для поступления в Google, да? Любой ответ, главное, чтобы вы его смогли аргументировать, будет почти правильным. От 10 лет и выше. Если вы используете готовую библиотеку, меньше. Если не используете готовую библиотеку, больше. Но суть состоит в том, что это неадекватная стоимость, вообще, то есть, так себе вдуматься, сколько стоит файнридер? 60 долларов, какая-то супер-пупер лицензия. Да там только один баг поправить, условно говоря, на поддержке, стоит несколько месяцев работы людей, которые это все запаковывают, перепаковывают, тестируют, обновляют и прочее, прочее, прочее. За счет чего это все работает? Сделали один раз. Купили многие. И это, собственно говоря, и есть основная модель, которая сейчас… Нет, это была модель основная, которая приносила деньги. А в чем проблема тиражируемого продукта? Здравствуйте. М? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Гриш, давай ты будешь ребятам дать хотя бы 10 минут. Я понимаю, что ты думаешь, что ты не вспомнил, а придумал. Но ты видел не эту лекцию, ты видел предыдущую информацию. Это не честно. А вот, соответственно, с продуктовой модели это вопрос тираж продукта, сколько пользователей у нас купят продукт и сколько мы в него вложили. Если тираж достаточный, продуктовая модель становится более выгодной. Соответственно, чем большее количество людей участвует в оплате наших усилий, тем более качественной мы можем сделать продукт. На самом деле, на этапе расширения рынка, то есть когда еще никто рынок не занял, это одна из самых… Чем более качественный продукт, тем большее количество людей у нас покупают этот продукт. Тем больше мы можем инвестировать средств в этот продукт. Догонять лидера рынка в продуктовой модели практически нереально. Если кто-то занял определенную нишу, догнать и перегнать его можно только огромным финансовым рычагом. Но в чем здесь проблема? Кто основной конкурент Microsoft? Гриша опять знает, но вынужден молчать. А? Так, open source Linux. Я хитрый, я знаю ответы. Кто основной конкурент Microsoft? Apple. Так, Apple. Apple. Хорошо, в области операционных систем, офисных пакетов, решений для бизнеса. Ребят, основной конкурент Microsoft — это Microsoft. У вас на ноутбуке, у меня на ноутбуке, у вас на ноутбуке еще где-то. Какая стоит операционная система? Вот черт. Ну вот для тех, у кого стоит Microsoft, вот у меня, честно говоря, после XP большой вопрос, а нафига мне нужна еще одна операционная система? Главный конкурент компании, производящей продукты, когда она рынок насытила, она сама. Какое-то время, благодаря развитию платформы, благодаря развитию возможностей систем, с каждым разом можно было продавать все новые и новый фанридер. Первый фанридер был вау-открытие, но он был долгий, косолапый и распознавал так, что нужно было еще отдельного человека, который сидел и правил за этим все остальное. А вот, а следующая версия, вторая, третью они сразу выпустили, радикально улучшилось качественно. Но при этом возни с тем, чтобы распознать тривиальный каталог изображений, было как, я не знаю, быстрее, реально быстрее, чем впечатывать. Но иногда возникало ощущение, что легче впечатать, потому что тебе надо было подобрать осветленность, неосветленность, как сканировать, в каком лучше, как лучше. И только при определенного вида черно-белых фотографий фанридер идеально распознавал машинописный текст. На текущей версии они сами определяют, напечатана машинка, напечатана лазарным принтером, они даже могут распознать типографику шрифта. Они уже не знают, что туда можно вставить. Все. Из PDF фотографии достают, с каталога достают, автоматически расположение страниц определяют. Все. Ты говоришь, как пользователь, говоришь, ой, выберите мне проект вот такой-то. Все. И сидишь, ждешь после того, как оно все распознает. Нет, есть там, конечно, еще нюансы, детали, но за них уже никто не готов платить деньги. И, соответственно, одна из основных проблем связана с тем, что, первое, это чем больше пользователей, тем больше сложнее создать продукт, соответствующий их потребностям. Нет, они, конечно, могли бы предположить, что я буду распознавать учебные материалы. И тогда они должны были бы конвертировать мою страницу не как будто это книга с колон-титулами и прочим-прочим, а как файлы презентации. Но людей, которые распознают книги, гораздо больше. В результате для таких пользователей, как я, которым вдруг почему-то потребовалось распознать свои старые PDF-презентации, он вдруг стал неудобным. Ну или не старые, или не свои. Какое второе ограничение продуктовой модели, мы уже с вами на самом деле договорились. Протенциальный рынок продукта имеет свой предел. Мы можем насыщать, 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 но мне кажется, все понимают, что тот же самый Google, тот же самый Яндекс существенно улучшить качество поиска уже не могут. Или могут. Когда произошли последние радикальные улучшения качества поиска? Кто из вас может вспомнить, сказать, вау, поисковик начал искать лучше? Ну я тут сам, я тут про вас. Главное, какой же план это анонсирует? Не, 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 я не про то, кто что анонсирует. Не, ну вот, разрабатывает. Нет, потому что они разрабатывают флаг им в руки, понимаешь? Майкрософт тоже разрабатывает все новые, новые операционные системы. Нет, ты сам, делая поиск, вот, не знаю, кого-то не устраивает качество поиска? Яндекс плохо ищет программистский вопрос. Это как? И сколько пользователей прибавит Яндексу обработка программистских запросов? Правда? Не сразу. Не сразу. Окей, хорошо. Тривиальный вопрос. Нет, вопрос, который не для записи. Все равно его запишут, но бог с ним. А улучшение качества поиска Mail.ru? Прибавить аудиторию поисковика Mail.ru? Заставит ли кого-то? Вот, на самом деле, вот, на самом деле, что может сделать Mail.ru со своим поиском? Она может приблизить его показатели к показателям Google. Но они сейчас настолько незначительно отличаются, что если Mail.ru это сделает, количество пользователей у поиска Mail.ru радикально не прибавится. Количество пользователей у поиска Mail.ru определяется сейчас некачеством алгоритма поиска Mail.ru. Соответственно, когда мы нашли новую нишу для продукта, или находимся в нише, которая развивается, продуктовая модель идеальна. Если в этой продуктовой модели произошло насыщение, сделать что-то в этой нише достаточно тяжело. Мы с вами отдельно будем говорить об инновациях и технологических кривых. Это как раз подрывные поддерживающие инновации, которые меняют иногда рынок. И появляется вау, мы снова можем что-то здесь делать. Но в большинстве случаев те, кто занял свою нишу, они там сидят достаточно прочно. Все? Все модель рассмотрели? Или что-то еще не хватает? Вот, точно. Соответственно, здесь можно сказать, если бы SaaS не придумали случайно, можно подумать, что его придумали специально. По сути дела вопрос заключается в чем? Преимущество услуги состоит в том, что услугу покупают сколько раз? Сколько раз вы стрижетесь? Вот черт, да. Неправильный вопрос студентам. Хорошо, сколько раз вы едите? Итак, услуга, преимущество услуги сервиса по отношению к продукту состоит в том, что в отличие от продукта его покупают постоянно. Собственно говоря, за счет этого и сервисные компании и живут. Почему? Потому что если какая-то компания, заказчик подсела на услуги сервисной компании, она платит всегда. Продуктовая компания зарабатывает только тогда, когда появляются новые покупатели, или она сможет выпустить что-то более значимое по сравнению со своим предыдущим продуктом. Соответственно, продукт, осуществляющий услуги, это и есть модель SaaS. По сути дела, идея состоит в том, чтобы не человек оказывал услуги, потому что когда человек оказывает услуги, мы помним, что это выгодно только китайцам. Ну, то есть, когда годовая зарплата приближается к 25 долларам, среднегодовая зарплата, в общем-то делать какую-то систему, которая будет работать вместо этого человека, наверное, нецелесообразно. В ситуации, когда для того, чтобы оказать какую-то услугу, нам надо менять специалиста, стоимость работы которого в час 25 долларов, и при этом он еще брыкается и говорит, что ему мало, возникает вопрос, связанный с тем, что а можем ли мы заменить этого специалиста на автоматизированную систему, при которой стоимость оказания услуги будет нулевой. И, собственно говоря, мы получаем интересную модель, то, о которой говорили и по которой на самом деле сводится на текущий момент продажа реклама, связанная с тем, что услугу, если бы вручную какой-то человек кому-то показывал какую-то рекламу, знаете, сколько стоит заказ рекламы в каком-нибудь издании, да? Отдельный человек ее должен нарисовать, даже если она у вас есть нарисованная, он должен ее завертать, должен туда включить, тот ее должен напечатать, все очень недешево. В ситуации, когда работают машины, тогда у нас и получается замечательный момент, который гипотетически создает произведение эффективности продукта и услуги. И, по сути дела, это платформа. Мы получаем повторяемость услуги и эффективность продукта. Поэтому большинство выпускников MBA, первый стартап, который они пытаются сделать, это, ой, чудо, платформа. Правильно? Логично? Ну, если вы обладаете знанием. Давайте я вам верну, то есть, идея производных труда позаимствована мной из инсида, а мне ее рассказал человек, который там не так давно отучился. Какую производную труда продаем мы здесь? Мы продаем труд разработчика, который создает систему. Мы продаем результат труда разработчика, который создал эту систему. Мы продаем результат труда машины, которую создал этот человек. И, соответственно, это получается, по сути дела, третья производная. И вот когда вы создаете машинку, которая не требует вашего участия, бедный папа, богатый папа, это называется пассивный доход. Вы один раз сделали, а она продолжает работать. Но суть здесь не столько в доходе, а суть состоит в том, чтобы та услуга, которую вы производите, чтобы она была цена для потребителей, которые будут платить за нее деньги. И, соответственно, здесь модель сводится к очень интересному моменту. Что более выгодно, когда услуга, которую ваша платформа производит, более дорогая или более дешевая? Ну, простой уже вопрос. Почему не простой? От чего зависит? От кривой спроса. Во, ну, так все же знаешь. Я даже вот, я собрался прийти рисовать, а теперь вернусь и ничего рисовать не буду. Итак, вопрос зависит от кривой спроса. А в Китае гораздо более выгодная модель, когда вы продаете какую-то услугу за 50 центов, но паре миллионов, чем вы продаете за 100 долларов, но тысячи человек. В то время, когда Blizzard боролся со своим кризисом, китайские компании с нунейм-играми, в которых вот там вот какие-то вот типа поздравляшек, да, в одноклассниках или еще чем-то, которые вообще ничего стоят, зарабатывали миллионы, несравнимые с доходом всего Blizzard. Нет, сейчас там они здоровье чуть-чуть поправили с точки зрения бизнес-модели, но все равно проблема осталась той же. Варгейминг, который делает колоссальную по сложности игру, вообще отдает большую часть своего продукта бесплатно, но те фанатики, которые вкладываются, они вкладываются и по чуть-чуть, и не по чуть-чуть тоже. Идея понятна? Окей. Итак, с вашей точки зрения, на чем будут зарабатывать софтверные компании будущего? На всем. Вопрос заключается в том, кто будет зарабатывать больше. Сервис не умрет, продукты не умрут, платформы тоже останутся. Вопрос заключается в том, что больше всего за вашу квалификацию и навыки будут платить те компании, которые создают платформы, чуть меньше продукты. И готовы вас обучить программировать компании, которые осуществляют заказную разработку. Исключения будут составлять какие компании? Те компании, которые будут разрабатывать платформы на заказ тех компаний, которые захотят продавать их услуги. То есть те компании, которые обеспечивают платформу для платформ, те будут зарабатывать еще больше. Ну, собственно говоря, то, что и происходит. Платформа для платформ 10 лет назад – это Oracle, это Microsoft. Сейчас и Oracle, и Microsoft ведут гонку за то, чтобы сделать платформу для будущих платформ. В чем? В клауде. Для чего? Чтобы каждый, кто сделает машинку, оказывающую услуги, ему было бы выгоднее заплатить Oracle, заплатить Microsoft за то, чтобы сделать клауд-решение на их платформе. Итак, почему вы правильно делаете, что вы хотите работать в Mail.ru, вы уже понимаете? Это не специально, это так случайно получилось. Ой, да, мечта. Человек думает, машина работает. Итак, с точки зрения эффективности труда, отвечая на базовый вопрос, потенциальный доход максимальный в платформах. Основная проблема, почему платформы не являются столь распространенными, потому что трудозатраты, которые необходимы на создание платформ и продуктов, гораздо выше. И срок окупаемости тоже. Для того, чтобы у вас окупилась платформа, например, клауд, нормально. Вот есть Google, он там вузится что-то, вошкается за своим клаудом, да? Можно чуть-чуть то разработать, чуть-чуть это разработать. Вы раз, такие молодцы, сделали клауд-платформу. Через сколько она окупится? У вас микротранзакции. Каждый, кто купил услуги, платит вам 10 долларов в год. Круто? Если у вас даже миллион пользователей, скорее всего, ваша клауд-платформа окупится еще лет через 10. Не говоря уж о том, что если вы просто заплатили за инфраструктуру. Чувствуете, где подвох? Или не чувствуете? Ладно. С графиком согласны или есть вопросы? Окей. Ну, собственно говоря, давайте подведем итоги всей этой красоты. Чтобы у нас была более или менее единообразная терминология понимания, по крайней мере, в рамках нашего курса, продукт — это результат труда. То есть то, что вы сделали, и то, что вы, другие пользователи, за которые платят, без участия вашего в том, чтобы повторно работать с этим продуктом. Есть полутиражные продукты, когда вам для того, чтобы сделать еще раз то же самое, нужно вложить гораздо меньше времени и сил. Условно говоря, я как тренер, как лектор, я использую полутиражный продукт. Разработать первоначально эту презентацию — это сложно. И разовое прочтение этого тренинга лекции, мягко говоря, не окупается. Но в ситуации, когда я несколько раз провожу эту лекцию, использую эти материалы, я начинаю получать с этого какой-то бенефит. Платформа — это тоже продукт, просто еще более высокой сложности. И еще более хитрый бизнес-модель, связанный с тем, как нам за него платят. Соответственно, в продуктовой модели, которая является наиболее эффективной, в первую очередь отношения опираются на ценность, которую продукт несет. Вы не сможете не продать ни сервис, ни продукт, если за ним не будет ценности, которая создается для клиента. Для нас в отдельности оплата какого-то сервиса, который производит платформа, опирается на наши внутренние ощущения. Насколько ценна каждая единичная транзакция. Если нас просят, я не знаю, там 5% за перевод откуда-то куда-то, мы говорим иногда дорого. Говорят, 2 рубля, мы говорим, окей, это не страшно. И, собственно говоря, основа — это эффект масштаба. Разделение трудозатрат между участниками рынка. Вопросы? Ну что, прям вот так вот. Вопросов не будет? Так все, вот читал пейджер, много думал? Ладно, пойдем по-другому. Интересно? Уже хорошо. Итак, давайте я немножко вас не то чтобы патрулю, но вернусь к вопросам. Эффективность труда — это первое, на что необходимо обращать внимание, вне зависимости от того, являетесь ли вы руководителем или подчиненным. Количество труда чаще всего свидетельствует о неумности труда, который вы осуществляете. Если ваши подчиненные работают 14 часов, и ваши подчиненные программисты, скорее всего, они плохие программисты. Из 100 человек, наверное, человек 5 способны при 14-часовом рабочем дне не косячить. Большинство известных мне программистов, ну, у меня вот как-то опыт преодоления проблем проекта с помощью овертайма достаточно большой. Благодаря компании Luxoft все овертаймы, которые происходили на проектах компании Luxoft тщательно документировались. То есть, грубо говоря, есть среднестатистическая информация, сколько ошибок делает, дефектов носит разработчик, если он работает без овертаймов, и сколько дефектов носит разработчик, когда он работает овертайм. Как вы думаете, оправдывается овертайм? Он оправдывается один раз. То есть, первые выходные, в которые вы выгоняете разработчиков на овертайм, они всегда оправдываются. Но на самом деле это оправдывается, выражается скорее в количестве кода, который они начинают коммитить в течение рабочей недели следующей. То есть, грубо говоря, признаком того, как это, польза от овертайма состоит не в овертайме, а в том, что люди начинают понимать, что, в общем-то, рабочее время предназначено не для того, чтобы спать. То есть, это сигнал разработчикам о том, что все серьезно и надо работать. Все последующие овертаймы приводят к резкому увеличению количества дефектов, увеличивают время, которое необходимо разработчикам на то, чтобы пофиксить эти дефекты, и это приводит к необходимости новых овертаймов. Ни один проект с помощью увеличения количества часов, которые сидит разработчик над исходным кодом, спастить нельзя. Все, кто говорят другое, либо они гении, но есть такие люди, которым требуется 2 часа времени сна в сутки. Вот те 5 людей и 105%. Все остальные начинают безбожно косячить. Если вы хотите определить, к какой категории вы относитесь, что нужно сделать? Нужно понимать метрики, иметь четкое понимание того, насколько эффективно вы работаете. Но есть люди совы, это правда. То есть, грубо говоря, до 12 часов люди не собираются. Ну вот он может сидеть, он может смотреть, но результата нет никакого. А с 8 до 12 вечера уже его как попрет? Бывает такое? Есть совы? У кого прет с 12 до 3? Я открою секрет. Я его понял, как это. Раньше я там занимался всякими разными штучками, как раз с 12 до 3. Во-первых, никто не отвлекает. Во-вторых, очень комфортно, тишина, замечательно. Но правда, как показала практика, есть гениальные идеи, которые пришли с 12 до 3 записать на бумажку. Утром гениальными не кажутся. Более того, если просматривать, ну то есть как-то по роду деятельности, иногда вдруг внезапно заказчику оказался, говорит, слушайте, вот на английском проведение тренинга нас не устраивает. Слайды, давайте на русский. Какие проблемы? Давайте переведем с английского на русский. Когда я потом читаю слайды, которые мне в 3 часа ночи казались нормальными, я не то чтобы угораю. Я просто не понимаю, как это вообще по смыслу стукуется. Но в 3 часа ночи мне кажется, что абсолютно логичный текст. Поэтому, если вы считаете, что вы вот такие вот замечательные, найдите себе метрику, на основании которой вы сможете оценить свою продуктивность. Как только вы начнете мерить свою продуктивность, вы с удивлением заметите, что когда вы работаете 16 часов в сутки, первый день, возможно, вы сделали задач больше. Суммарно за неделю. Маловероятно. А откуда берется орел красоты трудоголизма? Ладно вам. Вспоминайте. Это классная отмазка. Я много трудился. Результат какой? При чем тут результат? Я много трудился. Соответственно, я вам рекомендую в первую очередь быть результата ориентированным. Ориентироваться на результат вашей работы и на его ценность для людей, с которыми вы работаете. И договариваться о ценности, о результате, который вы... Не то, что вы отработаете на проекте какое-то количество часов. Не то, что вы посвятите какое-то количество... Возможно, первый раз вы с этим делом, мягко говоря, промахнетесь. Одна из больших успешных компаний, которую руководит Дима Журавлев и Лена Журавлевы, но они потом стали Журавлевыми. Вначале они были просто два разработчика, которые подвязались под контракт французской фирмы разработать там одну обработочку данных. Они договорились о результате. И потом на то, чтобы сделать этот результат, им пришлось организовать маленький бизнес, в котором они нанимали разработчиков, которые делали задачи для того, чтобы оплатить разработчиков, которые делали задачи для той задачи, которую они первоначально обеспечивались сделать. То есть для того, чтобы... Нет, то есть у них были просто условия, такие контракты, что в принципе они должны были сесть, если они выполняли условия контрактов. Ну да, вот так у них так получилось. Поэтому они как-то нечаянно организовали бизнес. Так, я кажется, ничего... То есть они об этом рассказывали сами на летнем аналитическом фестивале года, это три назад. Видеозапись не сохранилась, но я вам ничего не проверю. Так, на всякий случай, что касается этого курса, правила, которые существуют во время проведения лекции. Во-первых, любые совпадения имен и названий компании абсолютно случайны. Когда я говорю «Лексофт», я имею в виду компанию «Лучсвет», которая мифическая и нигде в природе не встречается. Во-вторых, давайте договариваться о принципах самостоятельности. Что такое самостоятельность? Если вам жарко, если вам холодно, если у вас упала ручка, вы за это дело отвечаете сами. Следующий вопрос касается вопросов. Какие вопросы являются самыми глупыми? Точно. Почему незаданные вопросы самые глупые? Ну, молодцы, знаете ответ, хорошо. Ну, а теперь, знаете, как в математике. Если знаешь ответ, покажи, как получил. Нет, ну, может, если вы не задаете вопрос, у вас же, наверное, есть на это веские причины. Давайте двигаться дальше. Почему у вас есть причины не озвучивать какой-то вопрос? Замкнутый круг. То есть вы понимаете, что вопрос глупый, но вы его должны задать. В чем фокус? А, то есть у нас тренинг личностных качеств, чтобы вы не стеснялись глупых вопросов. Нет, секрет здесь, в общем-то, немножко другой. А секрет состоит в, как это, в открытой модели инновации. О, вдохновил, заинтересовал. В хорошем сериале я бы сказал, что об открытых инновациях мы с вами поговорим через одну лекцию. Вот. Но, как в хорошем учебном курсе, в общем-то, ответ состоит в очень простой вещи. В большинстве случаев под открытыми инновациями подразумеваются инновации, которые требуют знаний не одной отдельно взятой компании. То есть, по сути дела, в контексте вопроса это обозначает тот факт, что тот вопрос, который крутится в вашей голове, который не является полным. Что значит глупый? Он не полный. В нем чего-то не хватает. Это, на самом деле, половина вопроса. Если бы у вас был полный вопрос, который было бы корректно сформулировать, вы бы не считали его глупым. Но вторая половина вопроса, скорее всего, крутится в голове у соседа. Или, возможно, вторая половина вопроса есть в голове у преподавателя. Таким образом, если вы озвучиваете вопрос по модели открытых инноваций, ну, простейший пример, у вас есть одно изобретение, у кого-то есть одно изобретение, по отдельности они не значимы. Если их скрестить вместе, у вас получается инновация. То же самое касается вопросов. Если у вас есть, формируется вопрос, то есть вы видите какую-то нестыковку, это значит, что эта нестыковка существует. А дальше уже вопрос, найдется ли в аудитории еще один человек, у которого есть вторая половинка вопросов. И на самом деле для меня самого, как для, сейчас скажу, как тренера, роль тренера, вопросы, которые звучат из аудитории, очень часто приводят к ответам, которых у меня до этого не было. Почему? У меня есть вторая половина вопроса. Вы об этом не спрашивали? Ну, вторая половина вопроса у меня была. У меня не хватало вашей половинки вопросов. Так, по поводу правил тренинга. Что еще забыл сказать? Ну, тренинга, занятий и мероприятий. Все, коллеги, я просто не хочу начинать следующую тему, потому что времени у нас с вами осталось мало. Или надо? Нет, не надо. Хорошо. Вопросы по курсу какие у вас есть? Вопросы по курсу. Сложные. Групповые. Какие еще вопросы? Встречаемся мы с вами здесь в 18.00. Правильно я понимаю? Каждый вторник, если не оговорено иное. Я уже признался, что я люблю опаздывать. Я со своей стороны приложу максимум усилий для того, чтобы этого не происходило. И со своей стороны прошу вас приложить такой же максимум усилий. Сегодня у нас с вами произошел форс-мажор. Обеденный перерыв, точнее, ужинный перерыв у нас с вами будет? Правильно? Это целесообразно на территории Бауманки? Так, что еще по организации? Раз уж так вы хотите. Все, рассказываю предварительную структуру курса, которая чуть-чуть поменяется. Продолжим мы тему бизнес-моделей, темой бизнес-анализа и системного анализа. Поговорим чуть-чуть о теории систем. Я на прошлом курсе искренне верил в то, что студенты-бауманцы в теории систем еще меня поучат. Но предыдущее поколение меня огорчило и расстроило. Они скрипели мозгами и делали вид, что такое система, они не знают. Поговорим о инновациях в информационных технологиях и не только. Кто такие подрывные поддерживающие инновации? И будем заниматься большим куском воспроизведения процесса от бизнес-модели создания до реализации аналитической модели предметной области. По сути дела, в рамках этого курса мы с вами пройдем небольшой путь бизнес-системного аналитика, немножко предпринимателя, а с точки зрения анализа конкретной продуктовой модели. Сейчас у нас вот с Грозным Дмитрием идет согласование вопроса, кто из бизнес-подразделения пойдет жертвой наших инсинуаций. То есть предварительно это будет социальная сеть, которая выступит для нас в качестве мастер-класса, расскажет о том, что происходит с бизнес-модели, с бизнес-модели, с этим бизнесом. Я не думаю, что они будут нам рассказывать в терминах бизнес-модели, а наша задача из этого будет вытащить все, что мы сможем проанализировать и оценить. Так, все? Еще что-то? С точки зрения работы по технической части, вторая часть, то, что касается формирования и архитектуры, мы с вами ее подсократим. Она честно перейдет в введение тех курсов, которые уже появились, и которые ответственны за формирование архитектуры. Мы оставим только связку между нефункциональными требованиями к системе, которые существуют в рамках системного бизнес-анализа, и тем, каким образом строится, разрабатывается архитектура. Если будут изменения в домашних заданиях, я обещаю, что вы узнаете не первыми. Вначале об этом узнает черная часть. Все, давайте на этом заканчивать нашу встречу. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что дождались.